И когда от меня отказались врачи, и я об этом рассказывала достаточно много, у меня единственный выход был, я бы тогда еще даже не осознавала, это перестать есть. Но это было не из состояния того, что я сейчас почищусь, или я сейчас пойду на сухие дни. Вообще информация 10 лет, ну сейчас уже не 10, это получается, 12 лет назад практически не было. Ни о сухих днях, ни об автономии, такого слова даже никто особо не слышал. Но неедение, пронаведение, это так было, мало ли, я настолько не общалась, настолько мне было неинтересно, это все, что я не слышала об этом, ни о чем. Но у меня было, у меня было одно из самых больших желаний моих, это дышать. И я понимала, что как только я что-то покушаю, у меня диафрагма переставала работать. Я переставала работать, естественно, я начинала задыхаться. И все, что я могла, это не есть. И тогда я начала искать информацию, нашла информацию о сыроедении, я сыроедила. Но смотря сейчас, как ребята сыроедят, наверное, то, что я сыроедила, сказать это... Ну, сложно. То есть у меня из пищи на тот момент было, это сырая картошка, которую я мелко резала и вымачивала в кипятке 2 минуты, чтобы крахмал от этого сошел. И вот эту картошку я сделала в салатик, у меня получался теплый салат, мне очень нравилось. У меня была капуста, морковка, очень редко яблоки. Знаете, были в пятерочке вот эти вот в пакете недорогие яблоки, которые продавались. Они иногда были вкусные, иногда были просто ужасные. Но это были самые дешевые яблоки, которые я могла себе тогда позволить. И очень-очень редко помидор. Очень редко, потому что они были тогда дорогие, на Урале сложно было зимой их достать. Ну, наверное, у кого были деньги, не сложно было достать в других магазинах другого качества, но я про себя сейчас говорю. И поэтому это было, ну, в лучшем случае, раз в две недели. Помидорчик я себе покупала с капустным салатом делала. И он был пластиковый, и, наверное, это было больше для моей головы, что я с помидорчиком что-то там ем. Вот, и такое вот у меня было сыроедение. Это всё, что у меня было на сыроедении. Никаких супов, борщей, спагетти, особенно пирожных и конфет сыроедческих. Этого нет. Я могу сказать больше, что я до сих пор никогда не пробовала сыроедческие ни тортики, ни конфеты, ни ничего. Мне как-то не удалось их попробовать, и сейчас уже смысла нет, естественно. И сейчас уже на протяжении 12-10 лет, да, когда вот это со мной всё происходило, когда я проходила эти опыты, и я сейчас понимаю, что эту ситуацию себе создала я. И начала я себе создавать, не когда заболела, не когда стала взрослой, тетенькой, когда у меня там что-то получалось и не получалось. А это было с детства, а проще сказать, наверное, это было во внутриутробном состоянии. И когда вы на определённом этапе начинаете вспоминать, наверное, это уже так круто звучит, начинаете вспоминать, что было там в прошлой жизнях или в внутриутробном состоянии. Нет, вы тогда осознаёте, когда вы истинно осознаёте себя. То есть что такое осознать себя? Это когда ты себя знаешь, осознал себя. И неважно, какое кельце ты примерил в это столетие, вот, наверное, так это было бы правильно. То есть вы же, когда просыпаетесь, вы же помните, что было вчера. Вы сегодня одеваете свеженькую какую-то одежду. Вы неделю назад помните, что с вами происходило, но вы уже поменяли одежду, но вы же с собой остаётесь. И здесь также, когда вы осознаётесь, вы понимаете, что есть я, а всё остальное, вот, кельце, это как одежда. И осознавая себя, ты понимаешь, в какой момент начался твой этап перехода в другое сознание, на другой виток игры. Я бы, наверное, даже так сказала. И вот это вот осознание, это боль, которая была во внутриутробном состоянии, которую я чувствовала. То есть что чувствует ребёнок? Ребёнок – это мама. Он эмоционирует ей, он живёт ей. У него все вкусовые потребности её. Причём вкусовые потребности, как мы с вами уже разобрались, да, они не во рту находятся у нас, а в голове, в фронтовой коре головного мозга. В фронтовой, сказал уже я, в фронтальной. Простят меня не видят.